В этот раз наша команда рыболову покинула родные места и взяла курс на север. Наш маршрут Начинался в городе Киев, затем Москва, Петербург, Петрозаводск, Беломорск, Кемь и наконец Соловецкие острова. Необходимо было преодолеть путь в 2300 километров. Одним словом намечалась настоящая рыбацкая авантюра. Это уникальное само по себе место, Соловецкие острова. И вы там сходите на экскурсию, посмотрите, что там есть. История Соловков начинается в 1400 или 1300 годы, еще до Ивана Грозного. То есть вы знаете, там много каких-то там остатков церквей, там амбары, вот эти скиты. Тогда я уже попросил моих друзей, которые нас ждут на Соловках, чтобы нам организовали рыбалку именно на селедку и рыбалку на треску. За окном автомобиля день сменялся ночью, затем вновь наступало утро, а мы практически без остановок пчали навстречу мечте. Менялось лишь время суток за окном и штурман нашего фишмобиля. Машина Борзо пожирала километр безупречной глади дорог, и с каждым часом мы все ближе и ближе становились к заветной цели. Езжаем в республику Карелию. Друзья, добрались мы до станции Кеми, сейчас я вам покажу Белое море с забока. Сейчас скорее всего время отлива, потому что все валуны оголенные, вот видно, что вода здесь прямо под этот домик подходит, вот такое вот вон Белое море. Сейчас мы договоримся о том, чтобы нас пароходникам забросили на Соловецкие острова завтра, или с утра, или в обеденное время, как получится, и необходимо нам найти ночлег. После этого в супермаркет купим продукты, и за двое суток мы наконец-то поедим, надеюсь, нормально. Пейзажи, конечно, потрясные, особенно я никогда не был здесь. Очень-очень впечатляет. Там вон циркуш какая-то стоит. Потрясные места. И быт такой непривычный. Всем доброе утро. Находимся на причале. Быстро собрались, организовались. Встретили нашего четвертого члена компаньона нашей команды. Сейчас вот разберемся, на каком кораблике мы идем. И здесь несколько стоит. Не знаю, за какой Сережа договорился. Вот наша вся команда идет. Витя, Вадим и Серега. Это наш кораблик, по которому мы будем идти по Белому морю к салавакам. А это часть нашей команды. Ну и еще люди. Может, с той стороны там свободное еще место подшивить? Люди тут уже в каюте. Это наше место будет. Надеюсь, людей много на посадку вообще. Не знаю, как все поместятся. Я думал, вон один будет. Не, я вот сейчас сюда растяню. Совсем неожиданно на горизонте в туманной дымке показались каменные острова. А за ними удалось разглядеть возвышающиеся купола Соловецкого монастыря в величественной творении. На причале быстро вгружаем вещи, встречаемся с друзьями и отправляемся вглубь острова. Дима, у нас еще один, все идет в плотной чепке. Да, надо перешить аккумулятор. Дима, у нас еще один, все идет в плотной чепке. Здравствуйте. Да, вот это тоже один из... Саша, тезка Сергей. Это очень... Юра. Слушай, ты... Я знаю, Крюч, сегодня... К машинам. Вы уже вытащили, все? Да, все в порядке. Вот оно все. Сережа, что это? Это, кстати, вам подарок. Куда с этим? Это Юри. Это вам подарок. Это юридор. Это юридор. Это юридор. Закидывай. Подожди, давай это сначала рюкзак. Подержи. Друзья, в общем, мы перекусили, чуть отдохнули. Сейчас собираемся, грузим вещи, лодку, монастырь. Идем на рыбалку. Наконец-то. Будем жить на острове два дня. На каком-то там. Ловить вроде бы как треску, селедку. И может камбалу. Присматриваю за ней, чтоб не есть того. Сейчас лодку загрузим. На прицеп. Вот эту вот красавицу. Сейчас мы находимся на причале. Собираемся на таком дебаркадре, на котором работает Юра. Сейчас зайдем в каюту, посмотрим, как там посередине. Пригласил нас. Это буксир, да? Нет, это рыбак. Переделанные рыболовни. Здесь это. Да, музон. Аккуратно идем. Такое-то рыболовецкое судно. Приходи к нам в Киев. Приходи. Беломур канал работает? Ну все, значит, в Депру может попасть. Киев прямо упадет, в Депру дешевый пузырь. Приехали на причал. Сейчас без каких-то там 20-15 минут 3. Вот. Ух ты! Камеру. Вот будем сбрасывать лодку. Сейчас причал во время отлива. Вот такая вот картина. Витя уже нашел красноголовцу. Но я такой не очень. Вот такая вот красота. И будем сейчас разгружаться и идти в море. На рыбалку. Ваня, мы потихонечку, а потом за вами пристроимся. Да, хорошо. Заходим в море. Ферватор обозначен вот такими. Вот такая вот ветка. Проходим железные врата. Во время прилива. Очень мощный бурляк образуется. На моторе в 10 лошадиных сил. Просто нереально с ним справиться. Мы потихонечку, потихонечку идем. Там вот далеке есть дамба, которую выстроили монахи. А дамба длиной какая там приблизительно? Полтора километра. Это все вручную выложены? Кошмар. Там дамба, которую выстроили монахи вручную. Полтора километра. Потому что раньше там переход был. И на лодках проходили во время прилива. И очень бурное течение образовалось. И много гибло людей. А сейчас, не знаю, в каком году, монахи построили дамбу. И теперь хорошее сообщение. Без потерь. Нас ребята ждут. Прошли тот бурляк. Сейчас мы будем уже в море выходить. Далее остров, на котором мы будем уже. Вышли на вот этот остров. Красота неимоверная. Какая красота. Здесь будем выгружаться. Ставить палатки. Где-то вроде бы как здесь. А, вон там. Вроде бы халабуда какая-то. Это должна быть. И матраса не надо. Сейчас выгружаемся. И перекус. И на рыбалку. Идем на экскурсию по острову. Так что же банька? Банька, соролючка. И что? Начина банька. Банька, банька, банька. Ебанка. А что это за ягодой, Сереж? Брусника? Недоспевшая еще. Какой домик. Мангальчик. Короче, мужики, у нас палатки стоят на... Замыкаются на связь суда. То есть у нас здесь будет стол стоять. Ужинать мы будем здесь. Понятно, да? Палатки это у нас просто спальные места. Мы сейчас вот устанавливаем палатки. Расстеваем там пенки. То есть, чтобы все было приготовлено. Мало ли чего ползти. Соответственно, все остальное будет базироваться здесь. Ты? Тросик натянем. Витя, тоже будет спать здесь. Рязан с избой. Такие вот кусты, брусники и чуть-чуть черники. Так, Сереж, что ты там ешь? А ну подожди, подожди. Один гаду, один бензиновый ель. Что ты там ешь? А ну прекрати. Друзья, разбили лагерь на берегу, на острове. Вот наши палаточки так достаточно кучно стоят. Потому что мест пригодные для установления палаток достаточно мало. Такой ковер растительности. Но все равно мужики говорят, что надо коврики. Потому что влагу она тянет очень сильно. Сейчас, скорее всего, будет какой-то небольшой перекус. И мы туда, наверное, отправимся в море на рыбалку. Вроде как предлагают ночью сходить к Амбалу с травой побить. Где-то под берегом. Надеюсь, что рыбалка удастся. Так что включимся чуть позже. Что-то здесь кучное такое собрание. Наверное, обедает. Ваня, Ваня, и не начинай, и не начинай вообще курить, брось. Я тебе говорю, еще раз не вижу. В сигарете яд. Лучше пей. Делаем самодоро для селедки. Вот так они выглядят. А мы не скажем, кому блин. Это китайское производство. Самодоро? Да. Это не самоделка, блин, а фабричная. Да, оно видно сразу. Оно не будет путаться вот это. Почему я говорю, что надо это вот, это ерунду, блин. Умерть лежок сейчас. Две блесны, да? Одна сверху? Да, 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 да. Вставка. И нижняя тяжелая такая вот. С набалдашником. Да, оно же валяется по дну. Оно не валяется. Ловим сельдь. О! Что, поклевка была? Это так, чтобы... Знаешь, как я по глубине только съездил? Тих-тих-тих! И сельдь, глубина пошла. А какая глубина для селедки? Есть. Если была поклевка, то бродал. Ничего себе. Ой, блин. Что-то такое ботник это сделало. С селедкой у нас дела не пошли пока. Не нашли стаю. Бросили сеть. Сейчас посмотрим, может, кампала влезет. Сейчас время отлива. Вода упала более чем на метр. Красота неимоверная. Вода прозрачная. Все видно. Как раз буй лежит недалеко от нас. Сейчас вам смотреть. Что на жареху на вечер. Здесь это нормальное явление. Это не браконьерство, считается. С этой стороны больше. Нет, я это вот. Я просто сейчас с этой стороны возьму. А потом ты глушишь и наверх становишься. Так? Друзья, закончился день. Достаточно быстро так, непредвиденно. За целый день не поймали ни одной рыбки. Видели тюленей. Вадим поймал две рыбы. Одну на вагу. Одну на селедку. Так что все надежды у нас на день завтрашний. Сейчас такой мощный очень отлив. Вода упала метра на полтора, наверное. И ветер дует с острова в море. Говорят, что когда нагонный ветер, тогда вот мужики говорят, хорошая рыбалка. Сейчас очень плохая. Будем надеяться, что завтра погода кардинально изменится в лучшую сторону. И нам повезет. Сейчас собрали грибов. Там под осиновики, под березовики. Будем грибы готовить. Тут толком уже и есть нечего. Картошка и так далее. Надеемся на рыбу. Так что завтра будет новый день. И есть надежда, что он нам принесет удачу. Так что встретимся завтра утром на воде. В общем, план А, Б, С мы уже использовали. Остался план Я. Будем острогой пытаться, что поймать. Ну, на такой миляке она не будет, да? Нет, она будет. Но ее видно за то, что она резко срывается, да? Поднимает муть. Нет, 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 нет. Ты представляешь, что там балун на сковородке? Ну, да. Вот, и то же самое смотришь вот здесь. Посмотри, какая муть пошла. Вот это, что это такое? Только небольшая вот. Это не оно? Ну, там, не так. Друзья, попал. Нашел наконец-то. Нормальный язык. Вот она. Красавица. И там рядом еще одна сидит. Вот такая вот камбала. Сейчас постараюсь еще одну взять, потому что надо что-то на ужин. Ребята уже не надеяться, что мы что-то возьмем. Я не буду ту следующую светить, надо перехватить мне эту, снять. Какая она красавица. Какая она красавица. Прелесть. Так что я плечусь еще попозже, уже на берегу. Заколол три камбалы. Еще штук пять. Промахнулся. Ну, не то, что промахнулся там. В общем, из-за своей самоуверенности не попал. Цепанул чуть-чуть, окно не попал, не пробил ее. Камбала есть. Нашел классное место. Достаточно крупные такие экземпляры. Просто сказка. К сожалению, это сейчас единственный способ хоть что-то поймать. Было точно много наваги, но навага такая некрупная. Я не захотел ее колоть. А такая камбала, конечно, будет хорошим дополнением к нашему, скорее всего, уже завтраку. Так что сейчас, ребята, пойду ужинать. У нас поздний ужин. А потом уже еще пойду. Постараюсь что-то поснимать, потому что сейчас у меня, к сожалению, не было возможности. Я не брал крепления на грудь. И кану не брал. Все в руках носил. Все, включимся на уже охоте. Друзья, ударил как такую камбалу крупную. Вон она. Не могу нормально отснять, так как фонарик с зубами держу. Сейчас надо будет аккуратно ее поднять и забросить в кану. Друзья, закончил я рыбалку свою. Уже находился, набродился. Сейчас я высыплю, покажу улов. Шикарнейший улов. Одна особь. Просто не размер. Вон она. Смотрите, какой крокодил. Огромная просто. Так что рыбалка удалась. К сожалению, не спинговая. Но ничего. С чего-то надо начинать. Завтра, надеюсь, уже потихонечку идет прилив. Поэтому так рыбка пошла. Судя по всему, завтра может плево наладиться. Есть надежда. Мы хорошо отловимся. Сейчас такое по ощущениям часа три ночи. Очень хочется спать, потому что дорога отобрала еще много сил. Я не успел отдохнуть после нее. Но рыбалка, конечно, превыше всего. Сейчас пару фоток. Рыбу оставляю в кане. И иду спадки. Завтра часика в 8-9. Выходим на рыбалку. Вроде как будем треску ловить. Селедки сегодня наловили. Аж одну штуку на всю компанию. Завтра еще треску будем ловить. Так что всем спокойной ночи. И до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова